Друзья, добрый день. В студии Город Плюс Крайнов Михаил, краевед, историк, создатель проекта «Несбывшийся Ленинград». Михаил, добрый день. Здравствуйте, Павел. Михаил, скажите, пожалуйста, сейчас очень много и часто предполагают, как выглядел бы тот или иной город, если бы произошли определенные изменения при советском строе, при Советском Союзе. Как бы выглядел Петербург, Ленинград, если бы проекты 30-х-40-х годов таки получили свою реализацию? И 50-х. И 50-х. И 60-х. Ну, это уж как пойдет. И 70-х. Выглядел бы совершенно по-другому. Больше, красивее, лучше и более южно. Что под более южно вы имеете в виду? Под более южно, имея в виду действительно развитие города на юг, по самому известному, самому, наверное, любимому генеральному плану 1935 года, аналогично и одновременно принятому с генпланом Москвы, Ленинград должен был развиваться на юг. И центром нашего города, новым центром нового Ленинграда, нового социалистического Ленинграда, должна была стать площадью Дома Советов. То есть Дом Советов, главный дом города, Московская площадь нынешняя, главная площадь нашего города, она в три, наверное, раза больше площади Урицкого, Дворцовой площади. И нынешний Ленинский проспект, и проспект Славы, улица Типанова, Народная улица, Ивановская улица, это все Южная Дуговая магистраль, либо Центральная Дуговая магистраль, в зависимости от времени, называли их по-разному, это должен был быть центр города. Представляем, если почти южная окраина на данный момент была бы центром, то город должен был бы простираться как минимум до Пуговских высот и дальше сливаться с Пушкиным, с Павловским. Какой это был бы город? Советский. Хорошо, что вы имеете в виду под советским городом? Какие вы вопросы, Павел, задаете? Под советским, ну, скажем, архитектурно более другой, нежели царский, да, в кавычках. Ну, под царским обычно подразумеваем дореволюционное, что-то вот такое модернное или там какую-нибудь неоклассику. Я всегда на архитектуру такого. Либо модернную, либо неоклассику, а здесь такой, как неправильно называют, сталинский ампир. Он, на самом деле, конечно же, не ампир, это такая сталинская эклектика, потому что это некое смешение стилей. И, ну, напомню, что в этом стиле строили с начала 30-х по середину 50-х годов, то есть два десятилетия строили, осваивая классическое наследие в тех или иных пропорциях. Какой был бы город, ну... Ну, хорошо. А если мы говорим про сталинский ампир, вот почему его стали называть именно ампиром? Сталинский понятно, да? Сталинский понятно, да. На самом деле, это тоже такая очень условная придумка. Где-то из 90-х она пошла, когда появились вот эти риелторские торговые агентства. То есть сразу у нас часть квартир стали сталинки, да, часть там Хрущевки, Бреждевки. Это такое очень условное разделение по очень условным годам. Сталинский, например, конструктивизм у нас никто не называет сталинками, да, хотя, в общем-то, конструктивизм тоже строили до середины, там, до начала 30-х годов. Вполне все сталинское временное, но сталинками никто их не называет. Ампир. Ну, к ампиру прям, ну, давайте в архитектуру совсем угуляться, наверное, нет, ну, можно в каких-то поверхностях. Это такое, это вот крайняя степень неоклассицизма, когда вот прям все вот такое, ампир, эмпайр, имперский стиль. Ну, к сталинскому ампиру, наверное, самый-самый конец 90-х, ой, конец 40-х, там, 49-й, там, 51-й, 52-й год, наверное, здания построены в этот период наиболее похожи на стиль ампир. Ну, вот если... Довоенное, это скорее ар-де-код. Если возвращаться к началу нашего разговора, вы говорили о том, что город стал бы южным в том, что развивался бы на юг, почему на юге вот эти вот вкрапления именно такой сталинской застройки получились такие локальные? Почему, как в Москве или в других крупных городах, типа Киева, не удалось застроить огромные площади? Во-первых, Киев застраивали уже после войны с Москвой. Ну, в Москве у нас деньги, и как бы там ни было больше средств, больше сил, времени было примерно столько же. Как мы начали в начале... С чего мы начали, собственно, наш разговор? В 1935 году появился генеральный план развития Ленинграда. И все, что успели с 1935 по 1941 год построить, поэтому вот такими вкраплениями получилось. То есть, когда мы что-то рисуем, мы же тоже так раз-раз-раз наметили, и потом потихонечку заштриховываем. Не сразу у нас, у нас не получается просто сразу все заштриховать. И вот такая небольшая штриховка по Международному проспекту, то есть по Московскому проспекту, по Ивановской улице, на Малой Охте застройка, в Автово. То есть такие локальные точечные очаги застройки. Застройка, это как раз застройка 1935-1936-1939-1941 года. Просто не успели. До 22 июня 1941 года известные события. Хорошо, а после войны? Если Киев застроили после войны, после его полного разрушения, что помешало продолжить развивать город на Ютлю в Ленинграде? Ну, как минимум, в 1953 году не стало Сталина. Мы начали застраивать город, в общем-то, восстановление, и новое строительство началось в 1944 году. И вот что успели именно в таком сталинском, так называемом стиле, построить с 1944 по 1953, ну, самые последние сталинки у нас там датируются, 1958-м, даже 1960-м годом. Почему же? Если посмотреть, то Московский проспект от обводного канала и, собственно, почти до площади Победы застроен сталинками не фрагментарно. Ивановская полностью, комплекс из 10 домов получается, Охта тоже, и правый берег Невы напротив площади Александра Невского, выше Красной площади. Фрагментарность так построила бы. Хорошо, может быть. Если говорить про такие большие ансамбли, как лично вы оцениваете проект вот этого южного центра города, да, вот вокруг Дома Советов? Там же было что-то совершенно фантастическое по предлагаемой застройке. Да, там было совершенно фантастическое. Вот у вас замечательная книга лежит. Обязательно ознакомьтесь. Там огромное количество проектов действительно существовало. В 1936 году был объявлен конкурс на, именно на Дом Советов и на окружающую его застройку. И ведущий архитектор и нашего города, и Москвы, и, в принципе, всего Союза предлагали свои планы по застройке. Там действительно было нечто фантастическое. Огромное реализовать успели только Дом Советов из всего вот этого. Есть замечательные фотографии, аэрофотосъемка, где чистое-чистое-чистое поле, и один такой Дом Советов стоит. Фотографии там 40-го года. Ну и еще 206-й, 208-й дома по Московскому проспекту. Но это можно вынести за скобки. Действительно должно было быть огромное количество улиц, проспектов, площадей, домов. Именно ансамблевая застройка должна быть. Ну, просто банально не успели. А после войны планы поменялись, и, в общем-то, никто уже не собирался переносить центр Ленинграда на юг. И поэтому, собственно, эти районы уже не были достроены в той степени, которая планировалась двойной. Ну, развитие любого города, это в том числе развитие некого скелета, связанного с транспортной системой. В Петербурге, Ленинграде метрополитен появился позже, чем в Москве. Что вообще должно было быть? Как этот проект должен был выглядеть в начале, и что мы забыли? Метрополитен мог появиться в нашем городе буквально на 7 лет позже. Буквально на 7 лет, не на 20, а на 7 лет позже, чем в Москве. В Москве он открылся в мае 35-го года. У нас к 7 ноября 42-го года, к 25-й годовщине Великой Октябрьской статистической революции, должна была быть построена и открыта первая линия метрополитена. Подготовительные работы начались в 40-м году, и 21 января 41-го года появилось строительство номер 5 Народного комиссариата путей сообщения, и началось строительство метрополитена в городе. К сожалению, 28 июня 41-го года все строительство прекратилось, выработки были затоплены, и все метростроевцы ушли на фронт на защиту нашего города. В том числе и Дорогой жизни, это тоже и их рук дело в том числе. Что же должно было быть? Вообще планы строительства метрополитена в нашем городе, они по времени либо близки к московским, либо даже их опережают, потому что до 2018 года, как мы помним, наш город был столицей. Страны, и первые проекты, такие уже более-менее полноценные проекты в самом начале 20-го века появились, в 901-м, 902-м году, и 14-го года проекты, 16-го, потом опять в 20-х годах задумались о метрополитене в 30-х, и в практическое русло, как я и говорю, где-то во второй половине 30-х годов это все вошло, и метрополитены начали строить в 41-м, и хотели за полтора года успеть как-то так построить. Трассировка первой линии совпадала, в общем-то, и совпадает с трассировкой, которую мы видим сейчас, с красной линией. И, в общем-то, вторая и третья тоже примерно, вот по последним планам, по которым собирались строить, примерно совпадали с тем, что действительно мы видим сегодня. Скорее всего, станции были бы совершенно другие именно в плане оформления. Большую часть метрополитена настроили уже в Хрущевске и в Брежневске времена, и, соответственно, все беднее и беднее и беднее в архитектурном плане станции становились. Так хорошо. Если бы все-таки проект развивался в те годы, что было бы еще? Как бы это выглядело, в вашем понимании? Во-первых, задумывалась кольцевая линия. Даже два кольца. Малое кольцо и большое кольцо. Ну, с малым кольцом, понятно, его можно сделать кольцевое. С большой, к сожалению, или к счастью, планировалось полукольцо. Так как с одной стороны у нашего города все-таки есть залив. Линии в Купчино, которые, я очень надеюсь, что в конце этого года или в начале следующего откроется продолжение пятой линии. Эта линия задумывалась еще в 50-е. И на планах 50-х годов, собственно, нынешняя пятая линия тоже есть. Метрополитен должен был по планам еще 30-х годов соединить город с Пушкиным, с Павловском и с Петродворцом. Опять же, количество станций, которые мы сегодня видим на карте, оно несколько меньше, чем планировалось изначально. Например, на зеленой третьей линии, на Невском проспекте, у нас есть три станции метрополитена всего. Их должно было быть там шесть. Впечатляет размах. Да. И вот если представим, что даже участок там из первых четырех станций, от Василиостровской до площади Александра Невского, четыре станции, пусковой участок, должно было быть восемь станций. Ну и, соответственно, ну, конечно, на два не умножим то, что сегодня есть. Ну... Хорошо. Если отрешиться от метрополитена, какие еще транспортные проекты были в Ленинграде? Автобус поехал, трамвай поехал, троллейбус поехал, что не поехало в Ленинграде. В Ленинграде не поехал монорельс. Причем не поехал он сначала в Петербурге, потом в Петрограде, потом в Ленинграде не поехал. Куда он должен был ехать? Он должен был ехать вместо северокрасной линии метрополитена от Финляндского вокзала и выше, и чуть ли не до Токса. Он должен был ехать от несбывшегося центра Ленинграда, от Московской площади, на юг и до аэропорта. Это что касается монорельс. Это как минимум первые два участка, которые планировали в середине 60-х, но дальше бумажная архитектура, в данном случае бумажного транспорта, ничего не ушло. Не поехали у нас подземные скоростные трамваи. Подземный скоростный трамвай должен был поехать по Лиговскому проспекту, нырнуть под землю. Это как в Волгограде? Да, как в Волгограде. В Волгограде поехал, а в Ленинграде нет. Не получилось. Он должен был поехать по Лиговскому проспекту, нырнуть под Невский и под площадь Восстания, и вынырнуть где-то у современного БКЗ. И вторая подземная часть в центре заныривать должен был еще перед площадью Мира, перед Сенной, всю Садовую по центру проходить тоже под землей. И под Невским проспектом выныривать где-то у Инженерного замка. Слушайте, я понимаю, что разговор... Вертолетное движение. Вертолетное? А тут что? А тут что? Ну, тоже, опять же, дальше бумажных планов не пошло. Но нарисовали и посчитали количество времени, которое горожане тратят из центра города до Пушкина, из центра города до Павловска, ну, то есть до ближайших пригородов. И посчитали, что на вертолете все эти расстояния можно преодолевать там за 5-10 минут. Но вот кроме вот этих схем вообще ни вертолетных площадок даже не планировалось. Я понимаю, что мы очень много можем разговаривать сейчас про то, что должно было быть, что получилось, что нет. Я знаю, что вы проводите регулярно лекции. Расскажите об этом проекте, как он родился, о несбывшемся Ленинграде, именно как о проекте таком образовательно-историческом. Да, действительно, наверное, правильно назвали. Образовательно-исторический проект, совершенно некоммерческая какая-то штука, и слава богу. И провожу, наверное, даже нерегулярно-нерегулярно, потому что если бы это стало какой-то регулярной штукой, то это стало как по рекам и каналам Петербурга. Здорово, замечательно, но на потоке. На поток не хочется. Хочется каждый раз что-то новое, интересное. Проект родился года, наверное, 4 назад, в 2014-м. Я начал собирать друзей и почти насильственно водить их по городу, по Московскому проспекту, проспекту Стачек, рассказывать, что есть, что мы видим, что это такое, как могло бы быть. Это вызвало такой неподдельный интерес, и не только среди друзей это как-то так распространилось. У меня появились единомышленники, ребята из Ретробаса, специалисты по метрополитену, вот Дима Граф и Федя Черновосов. Как-то мы с ними объединились уже в 2017 году вместе. Теперь мы запихиваем людей в автобус. И по этим улицам, по которым я водил раньше пешком, мы их возим, показываем, рассказываем про метро, про город и про транспорт, как могло быть и почему не было. И как было, и почему этого нет сейчас. Есть же, я так понимаю, лекции еще в публичной библиотеке. Да, это я уже сказал про экскурсионную часть. Да, возвращаясь к лекционной части, я действительно, да, я читаю в Российской национальной библиотеке в публичке. Я читаю в каких-то локальных городских библиотеках в информационном центре Петербурга. Лекции примерно про то, что я сейчас рассказывал здесь, и то, о чем я рассказываю на экскурсиях, с огромным количеством картинок. Я бы с удовольствием сейчас тоже какие-то картинки попоказывал. Показываю проекты, но, опять же, у меня никакой какой-то такой ностальгирующей штуки, или говорю, ой, как было бы здорово, если бы вот это построили, или фу-фу-фу, как было бы некрасиво, если бы вот это построили. Нет, я просто ровно показываю, рассказываю, а уже эмоциональную составляющую каждый придумывает себе сам. И, наверное, основная моя задача, ну, как я сам себе ее вижу, донести, рассказать и заинтересовать. И потом здорово, когда люди приходят на следующую лекцию, когда люди приходят в эту же библиотеку, ну, уже не меня послушать, а книжки почитать и вот прочее, прочее, прочее. Где можно узнать расписание лекции, или как можно узнать, будет ли лекция в ближайшее время? Рекламировать сайт можно, да? Конечно. Неленинград.ру Прекрасно. Что там на этом сайте, кроме анонсов лекций? На этом сайте, кроме анонсов лекций, соответственно, рассказ о состоявшихся лекциях, и кроме анонса экскурсий, рассказ о состоявшихся экскурсиях. Соответственно, все, кто бывал на лекциях и на экскурсиях, могут увидеть себя там тоже. То есть, если кому-то это важно, увидеть себя на фотографиях, то, ради бога, тоже можно туда зайти и посмотреть. Михаил, спасибо большое, что уделили нам сегодня время. Крайне приятно. С радостью бы продолжил наш с вами разговор. Я думаю, что продолжим. Спасибо, что позвали. Будем рады видеть вас снова. В студии Город Плюс был Михаил Крайнов, краевед, историк, основатель проекта «Несбывшийся Ленинград». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!